Зелёная фуражка, тельняшка, флаги с двуглавым орлом и пограничный столб – обязательные атрибуты праздника Стражей границ нашей Родины. В этом году его отмечают в 105-й раз. День погранвойск в Сарове начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нёс службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Совета ветеранов, воинской части и администрации. Вы – те люди, которые надёжно защищают границы нашей страны. Вы – те люди, которые обеспечивают мирную жизнь гражданскому населению. В истории нашей страны немало случаев, когда именно вы принимали первый и тяжелейший удар противника. Но сегодня, как и прежде, пограничники надёжно защищают территориальную целостность нашей страны и обеспечивают её суверенитет. По традиции активистов Саровской общественной организации ветеранов пограничной службы наградили памятными медалями. Среди награждённых – Юрий Достолев. Мужчина прошёл обучение в Багратионовской школе сержантского состава по специальности «Оператор РЛС». Затем попал на сухопутную турецкую границу. Служба на высокогорной заставе была непростым испытанием. Но те годы Юрий Валентинович сегодня вспоминает с улыбкой на лице. Мне очень нравилась эта служба. Конечно, это такая серьёзная мужская работа. Конечно, нужно очень хорошую физическую подготовку, потому что по горам это тревожные группы. Дабы защитить нашу границу, надо, конечно, быть и политически подкованным, и физически тоже. В Саровской организации ветеранов погранвойск около 50 участников. Многие из них активно занимаются общественной работой. Одно из ведущих направлений – работа с подрастающим поколением. В школах ветераны проводят уроки мужества, рассказывают ученикам о своей службе. Проводим даже работу, рассказываем о своей службе. Кстати, даже ребятам очень нравится им служить. Так что немногие знают, что такое граница и как она вообще проходит. Даже вот так показать, вот, скажем, прочтить на доске и показать, что здесь КСП. Здесь там мы находим, здесь сопредельные государства. Как знаки вообще, очень даже замечательно. Ребятам нравится. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику воинам-интернационалистам. Продолжили праздник традиционным автопарадом по улицам города.